Мобильная студия Первого медицинского канала вновь с вами, дорогие телезрители наши. Мы на 18-й ассамблее «Здоровая Москва», напомню, на ВДНХ, и вновь мы будем говорить о гастроэнтерологии, но на этот раз с некоторым уклоном на взаимодействие эндоскопии и гастроэнтерологии. Речь пойдет о конкретном проекте. Я представлю сейчас гостей нашей студии. Гостей много. Это Майкл Хафтнер, руководитель отделения внутренних болезней клиники Святой Елизаветы Бальцана, Италия. Здравствуйте. Оксана Николаевна будет помогать нам в качестве переводчика. Вновь в студии я рада видеть Сергея Владимировича Кашина, главного специалиста по эндоскопии Департамента здравоохранения и формации Ярославской области. И рядом со мной Валерия Олеговна Кайбышева, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории хирургической гастроэнтерологии эндоскопии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Сергей Владимирович, наверное, мы начнем с сути вашего взаимодействия, со стержня вашего взаимодействия, а именно это проект Stand Up, повышение стандартов качества, стандартов эндоскопической диагностики и лечения заболеваний в верхних отделах пищеварительного тракта. Собственно, это, наверное, привело нашего гостя в Москву, да, Майкла? Да, спасибо большое. Вы знаете, успешно проходясь сейчас ассамблеей «Здоровая Москва», мы очень много говорим о повышении качества в медицине, в гастроэнтерологии, в эндоскопии. Это ключевая и самая, пожалуй, горячая тема сегодняшнего дня. В России существует два крупных проекта, об одном из них мы говорили уже в нашей предыдущей передаче по внедрению критериев качества скрининговой колоноскопии. Сейчас мы поговорим о новом образовательном проекте Российской Федерации, проекте «Стендап» — стандарты эндоскопии и гастроэнтерологии верхних отделов пищеварительного тракта. Этот проект является важнейшим и ключевым не только для наших эндоскопистов, но и для гастроэнтерологов. Взаимодействие этих специалистов является жизненно важным для нашей страны, поскольку... Это наша особенность, что у нас все-таки разделены. Да, я с вами полностью согласен, и, может быть, это несколько необычно для профессора Хафнера, но в нашей стране мы имеем две специальности, которые не всегда эффективно и активно хотят взаимодействовать друг с другом. Это врач-эндоскопист и врач-гастроэнтеролог. И ни для кого не секрет, что подавляющее большинство врачей-эндоскопистов вышли из хирургов. И они не столь много уделяли в своей повседневной практике внимания вопросам гастроэнтерологии. Поэтому тот проект, в котором мы сейчас работаем вместе с международными экспертами, с профессором Бишопсом из Бельгии, который является руководителем комитета по контролю качества европейского эндоскопического общества... Участник всех наших конференций в проекте стендап. И профессор Хафнер, который является одним из лидеров европейской эндоскопии, и который длительное время работал в Европейском эндоскопическом обществе, был советником Европейского эндоскопического общества. Мы активно продвигаем образовательную тематику для наших врачей о внедрении стандартов качества в нашу практику. И очень хорошо, что с нами в студии находится гастроэнтеролог Валерия Олеговна, которая является активным участником нашего проекта. Я бы хотел передать слово ей и задать вопрос о том, насколько все-таки важно взаимодействие в повседневной практике врача-эндоскописта и врача-гастроэнтеролога. Спасибо, Сергей Владимирович. Я вот сижу, слушаю вас и понимаю, насколько действительно это важно, вот этот проект повышения стандартов качества эндоскопии, но при этом я понимаю, что у нас в стране гастроэнтеролог и эндоскопист – это два разных человека, и как бы хорошо эндоскопист не делал эндоскопию, как бы он качественно ее не делал, но гастроэнтеролог от эндоскописта получает только протокол. Единственное, с чем мы работаем в гастроэнтерологе, это с вашим протоколом. И вы сколько угодно можете качественную эндоскопию делать, но если нет качественно оформленного стандартного протокола, мы каждый раз имеем дело с совершенно разными заключениями. Иногда они оформлены, это может быть очень высококлассный специалист, но заключение от него может состоять из 10 строчек, не включать ни единой фотографии. И поэтому, мне кажется, вот это тоже очень важно, не только обучение эндоскопистов, но и создание в нашей стране, в конце концов, единого стандартного протокола заключения эндоскопического исследования. И чтобы от каждого эндоскописта я получала приблизительно одинаковое заключение и понимала, что делать дальше с этим пациентом. Это очень большая проблема, потому что действительно, ну, очень у нас классные эндоскописты, даже на мировом уровне мы это сейчас видим, но заключение не всегда соответствует. Можно мы спросим мнение профессора Хафнера по этому поводу? Во время наших образовательных курсов стендап мы сталкиваемся с тем, что эндоскопия является очень субъективной частью медицины. И несколько специалистов, имея достаточный опыт в эндоскопии, могут дать абсолютно разное заключение, увидев одну эндоскопическую картину. Это дело даже не в субъективизме, а в том, что у нас нет стандарта протокола. А пригоры у всех одинаковые между тем. Мы показываем один видеосюжет и спрашиваем мнение разных специалистов, и их точки зрения иногда значительно расходятся. Как решается эта проблема в европейских странах? Как повысить качество эндоскопии? Как снизить субъективизм врача? Я счастлива участвовать в проекте стендап, поскольку Россия является одной из ведущих стран, заботящихся об улучшении качества эндоскопических исследований. В Европе только недавно занялись вопросами или озаботились вопросами качества эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, хотя вопросами качества колоноскопии Европа занимается уже давно. Что касается предварительного этапа, введение стандартов качества в колоноскопии показало значительное улучшение результатов исследования клинических исходов. И нужно, конечно же, помнить, что сама процедура, она достаточно неприятна, да, может быть, для пациента. Поэтому введение стандартов качества очень важно для улучшения всего процесса как для врача, так и для пациента. Вы должны понимать, что качество вполне измеряемо, вот, потому что есть критерии, есть стандарты, и если всего этого придерживаться в процессе самого исследования, то мы можем, соответственно, измерять и результат, а не только само, а не только качество самой процедуры, то есть качество полученного результата. Классификации, конечно же, тоже очень важны, и поэтому всему этому врачей можно научить. Их нужно подготовить, чтобы они знали об этих критериях, стандартах, классификациях, и, соответственно, придерживались всего этого в своей практике. Майкл, а сложно ли внедрить эти стандарты и критерии в повседневную практику работы в европейских клиниках? В общем-то, все это, конечно, очень непросто, потому что мы думаем, что то, что мы видим, мы видим нашими глазами, а в реальности вы должны понимать, что мы видим это своим мозгом, то есть мозг должен знать, что именно он видит. Вот, и если с большими полипами, может быть, и не будет особых вопросов в плане их распознавания, Но на сегодняшний день, когда мы должны разобраться, распознать некие субклинические буквально образования, очень малые, да, то мозг реально должен уже знать, чем это может быть, с тем, чтобы глаз не обманул. Поэтому подготовка врачей очень необходима, действительно. Валерия Олеговна, у меня к вам есть один еще вопрос, касающийся проекта стендап. Вот, Майкл очень много сейчас говорил об все-таки критериях качества, которые направлены на раннее выявление онкологической патологии. Как вы считаете, на чем все-таки мы должны фокусировать наше внимание и внимание наших специалистов еще? Какие основные заболевания, или, может быть, редкие заболевания пищеварительного тракта должны быть в фокусе внимания группы экспертов этого проекта стендапа? Проекта стендап? Да. Ну, я думаю, это должны быть в первую очередь наиболее часто встречающиеся заболевания. Ну, вот мы очень много говорим о гастритах, в которых не до конца еще можем разобраться, в чьей компетенции устанавливать этот диагноз, эндоскописта или морфолога, как правильно формулировать диагноз, чтобы потом гастроэнтеролог, не диагноз, а эндоскопическое заключение, мог понимать, как часто этого пациента в дальнейшем он должен наблюдать и так далее. То есть вот это самая, наверное, наша острая и дискутабельная проблема – это хронические гастриты. Да, наверное, потому что гастроэнтерологи получают бесконечное заключение. У эндоскопистов нет здоровых пациентов. У них все пациенты с хроническим гастритом как минимум. Да, та же самая проблема у нас с недостаточностью кардии и с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. С рефлюксной болезнью, да? Да, с рефлюксной болезнью. То есть практически, получая эндоскопическое заключение, мы видим 99% пациентов, которые страдают хроническим гастритом и недостаточностью нижнего пищеводного сфинктера. И, наверное, это не совсем правильно. С точки зрения каких-то редких заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Ну, это, наверное, наш излюбленный азенофильный эзофагит, который в нашей стране почему-то практически данный диагноз не устанавливается. Хотя вот рядом в европейских странах это второе по распространенности заболевание пищевода после гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Я думаю, это еще и потому, что наши специалисты не очень информированы об этой нозологии. Можно я еще все-таки у меня вопрос к Майклу по взаимодействию гастроэнтролога-эндоскописта, вот как раз по этим заключениям эндоскопическим. Есть ли у вас в Австрии, в Италии какой-то обязательно утвержденный протокол эндоскопического заключения, который вы должны обязательно соблюдать и выдавать пациенту на руки? И еще вопрос такой, всегда ли в Европе пациент у одного специалиста, эндоскопист, который сразу же дальше ведет этого пациента как гастроэнтеролог? Или возможно такое, что пациент идет к одному эндоскописту, а лечиться дальше идет к другому гастроэнтерологу? У нас тоже совершенно не обязательно один и тот же специалист будет ставить диагноз, а затем вести пациента. Потому что пациент может быть направлен к гастроэнтерологу и хирургу исходно, да, пройти обследование эндоскопическое и затем лечиться у другого специалиста. Что касается заключения эндоскописта, мы предусматриваем обязательно две его части. Первая часть описательная. И в этой части мы обязательно придерживаемся такой узаконенной стандартной терминологии, чтобы описать патологическое образование. Ну, например, какое-то плоское патологическое образование. Ну и вторая часть, это уже интерпретация находок, которые были описаны выше. То есть я должен, используя вот все, скажем, определения, данные в первой части, дать свое суждение, заключение о степени выраженности воспалительного процесса, например, при болезни крона или при рефлексном эзофагите. Ну, это как и в радиологии, например, да, сначала некие сырые данные подаются, да, а далее следует их интерпретация, которая поможет, скажем, сформулировать диагноз, подумать о каком-то диагнозе, и диагноз уже будет предопределять дальнейшую терапевтическую тактику. А фотодокументация должна быть? Обязаны ли вы это делать? Это тоже непростой вопрос, конечно, но сейчас европейские гастроэнтерологи тоже вводят стандарты по поводу того, что именно и как следует документировать в процессе обследования. То есть двух изображений будет недостаточно в протоколе. Мы документируем каждый сегмент при прохождении эндоскопа, а также любое патологическое образование. Все это, конечно, требует специальной подготовки. И я должен заметить, к сожалению, у нас все еще такие подготовительные курсы в основном есть для людей, занимающихся колоноскопией, их значительно меньше, для практикующих эндоскопии верхних отделов ЖКТ. То есть даже в Европе этот вопрос еще не решен, и мы на передовых рубежах. По крайней мере, я думаю, что все-таки мы стараемся идти в ногу со временем и внедрять эти критерии качества в нашу практику вместе с европейскими специалистами. Я хотел бы затронуть еще какой аспект, возвращаясь к проекту стендап, поскольку нас смотрят врачи разных специальностей. Вот на моих глазах эволюционирует этот проект. Просто я как человек, как редактор, отсматриваю еще все видео с ваших конференций, то есть мы сейчас уже в рамках проекта говорим не только об эндоскопистах и гастроэнтерологах, добавляются новые специальности от конференции к конференции. И это естественно, потому что если выявлено онкологическое какое-то новообразование, то понятно, что имеет смысл присутствовать и онкологам на этих конференциях. Вот как это происходило у вас, как это оно стихийно, или потому что расширяется действительно круг специальностей и участников ваших конференций стендаповских. Спасибо большое, это очень правильное замечание. И я хочу сказать, что эндоскопия сейчас играет лидирующую роль в диагностике и лечении очень многих заболеваний пищеводительной системы и не только. Поэтому очень многие решения в эффективной диагностике и лечении заболеваний сейчас делаются благодаря эндоскопическим технологиям. Эндоскопия фантастически прогрессирует, поэтому мы должны взаимодействовать со специалистами разных направлений. Это и радиология, безусловно, рентгенологи, это и хирурги, потому что хирурги – это те люди, как говорит президент наше общество, профессор Королев, потребители нашего контента. Контента, да. Да, поэтому я думаю, что развитие проекта, он настолько обширный, что все эксперты понимают, что этот проект, как говорит Евгений Леонидович Никонов, этот проект можно только начать. Его невозможно… Невозможно закончить. Его невозможно закончить, поскольку здесь очень много нерешенных вопросов. Как мы слышали, сегодня не только для российской действительности, но и для европейских стран это тоже является огромной проблемой. Ну, то есть, если где-то идет развитие, то оно идет бесконечно. Конечно. И сегодня, вы знаете, сегодня мы говорим о том и будем говорить в нескольких сессиях о искусственном интеллекте, о роли искусственного интеллекта. И на самом деле искусственный интеллект – это не какой-то модный тренд и модное направление. Это та технология, которая позволит приблизить к максимальной объективности субъективное видение человеческого глаза. Да, надеюсь, увидимся вновь на других мероприятиях. Я напомню нашим зрителям, что в студии у нас были Майкл Хафнер, руководитель отделения внутренних болезней клиники Святой Елизаветы в Бальцанна, Италия, Сергей Владимирович Кашин, главный специалист по эндоскопии Департамента здравоохранения и формации Ярославской области. И Валерия Олеговна Кайбышева, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии Медицинского университета имени Пирогова. Спасибо всем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...